Девушки отдыхают 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 что в ближайшие годы в Германию может прибыть до полумиллиона сирийцев. Это родственники беженцев, которые уже находятся в стране. Напомним, за прошлый год ФРГ приняла у себя более миллиона бегущих от войны. В Берлине подвели итоги конкурса Start Social. Награждала победителей федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Авторы семи самых лучших проектов получили денежные призы в размере 5000 евро каждый. Конкурс социальных инициатив проходит под патронатом канцлера ФРГ. Участники представляют свои социальные проекты, касающиеся развития гражданского общества. Специальный приз канцлера Германии в этом году достался автору работы, связанной с историей Холокоста. Я хочу поздравить автора проекта-победителя. Ваша работа имеет очень важное значение для Германии. Это ваш вклад в историю страны, в сохранение памяти поколений. Эта работа всегда будет напоминать нам о страшной истории, чтобы такое больше не повторилось. Проекты победителей конкурса Start Social в течение года будут реализовываться через волонтерские организации. Например, любой желающий сможет попробовать себя в качестве лектора в школе и рассказать учащимся немецких школ о существующих в стране социальных проблемах. Превысил скорость на 20 км в час – плати 1000 евро штрафа. С таким предложением выступил министр внутренних дел Нижней Саксонии и член партии СДПГ Борис Писториус. Политик требует существенно ужесточить правила дорожного движения. По его мнению, автомобилистов, которые превышают скорость на 20, 30 и более километров в час, необходимо штрафовать на сумму от 1000 евро. Соответствующую заявку о поправке к закону Нижняя Саксония подаст на конференции министра внутренних дел Федерации и федеральных земель, которая проходит в Заорландии. Писториус подчеркнул, что он руководствуется не желанием собрать побольше штрафов в государственную казну, а стремлением снизить опасность на дорогах. При этом политик выступает против общего ограничения скорости на автомагистралях, подобного введенному в федеральной земле Баден-Вюртенберг. Там на нескольких автобанах скорость ограничили предельным значением 120 км в час. Эдварда Сноудена лишили звания почетного доктора в немецком университете Росток. Такое решение вынес административный суд города Шверин. Как выяснилось, два года назад философский факультет университета не выполнил всех требований процедуры присвоения Сноудену звания доктора наук. В частности, сотрудники ВУЗа вообще не подтвердили, что бывший сотрудник американских спецслужб занимается научной деятельностью. Напомним, на прошлой неделе глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Ганс Георг Массен заявил, что Сноуден мог работать на российскую разведку. По его данным, Сноуден мог быть российским шпионом и получать за свои разоблачения американских и европейских политиков деньги от Кремля. Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В июне 2013 года он передал прессе секретную информацию ведомств, которая свидетельствовала о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. По версии Пентагона, Сноуден похитил 2 миллиона секретных файлов о жизненно важных операциях американской армии, флота, пехоты и военно-воздушных сил. В США Сноудена обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск. Сейчас он скрывается в Москве. Российские спортсмены просятся на Олимпиаду в Рио. В открытом обращении к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху легкоатлеты просят допустить к участию в играх в Рио спортсменов, не уличенных в применении запрещенных препаратов. Они отмечают, что большинство российских спортсменов не принимают допинг, а значит, было бы несправедливо лишать их участия в Олимпиаде. Авторы письма утверждают, что, цитата, «будет в высшей степени несправедливо, если чистых российских атлетов в итоге отлучат от Олимпийских игр, при этом позволив выступать без ограничений тем, у кого когда-то были допинговые истории», конец цитаты. Судьба российских легкоатлетов будет решаться 17 июня на заседании Совета Международной Федерации Легкой Атлетики. Разрешение участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмены могут получить лишь в том случае, если россиянам удастся убедить Федерацию, что в России приняты все меры по ужесточению антидопингового контроля. Напомним, 13 ноября 2015 года Международная Федерация Легкой Атлетики приостановила членство российских легкоатлетов в этой организации. Лучший друг человека. 24-летний француз Гирек Суди путешествует по миру под парусами вместе со своей курицей Моник. Попучицу он встретил два года назад на Канарских островах. Тогда Моник была еще цыпленком. Суди проводит большую часть времени в одиночку, поэтому признается, что всегда хотел иметь домашнее животное, с которым будет ездить по миру. Он думал завести кошку, но она вряд ли бы перенесла постоянные морские путешествия. «Курица оказалась идеальным выбором. Ей не нужно много внимания, и благодаря ей в море у меня всегда есть яйца», поясняет мореплаватель. В среднем Моник несет 6 яиц в неделю. Поначалу Суди переживал, что большие волны могут унести Моник за борт, но храбрая птица хорошо справляется с качкой. Большую часть времени она спокойно гуляет по палубе, а в плохую погоду прячется. Иногда Суди сажает ее в клетку. Парень шутишь, что поначалу поладить им было непросто, ведь он не говорил по-испански, а Моник не знала французского. Но со временем пернатая так прикипела к моряку душой, что следует за ним, как собачка. С хозяином птица катается на серфе, скейте и санках, а главное – покоряет морские просторы. «Она удивительная», – рассказывает Суди, хотя и признается, что иногда питомец действует ему на нервы. Сейчас Моник и Суди находятся в Гренландии. Дальше они планируют отправиться на Аляску. О своих передвижениях парочка отчитывается в соцсетях.